Латва, наверное, самая многочисленная рыба наших водоемов. Эта рыба может жить как в кристально чистых водах высокогорных озер, так и в сильно заросших мелководных прудах. По чувствительности к качеству воды она лишь немного уступает карасю и линю и хорошо приживается там, где другие рыбы жить не могут. Латва легко опознается даже неопытным рыболовым новичком. Визитной карточкой плотвы является серебристый цвет чешуи и красное пятно в верхней части глаз. К родственникам обычной плотвички можно причислить более 2000 видов рыб. Латва считается теплолюбивым видом, однако сегодня ее можно найти даже в холодных реках за северным полярным кругом. Интересный факт. Плотва считается относительно молодым видом, которому едва-едва исполнилось каких-то полтора миллиона лет. По характеру и типу питания плотву относят к всеядным рыбам. С одинаковой легкостью она питается как растительными, так и животными кормами, не брезгуют даже молотью рыб. Обычная ее пища – мягкая подводная растительность, обрастание, водное беспозвоночное. Опытные удильщики отмечают пристрастие плотвы к шелковнику, ярко-зеленой водоросли, которую часто называют нитчаткой. В водохранилищах взрослая плотва переходит на питание моллюсками. При наличии обильного корма эта рыба может достигать больших размеров и массы. Например, на одном из малых водохранилищ Приднепровья их теологи выудили плотву массой 2 килограмма 800 граммов. На сегодня этот экземпляр – самая большая плотва Восточной Европы. Обычная продолжительность жизни плотвы – до 12-15 лет, хотя известен факт поимки в Карелии престарелого экземпляра возрастом целых 28 лет. Многие ученые считают, что в рыбохозяйственных водоемах плотва – нежелательный конкурент ценных видов рыб. Питаясь теми же кормовыми объектами, что и лещ или сазан, плотва практически объедает эти виды, задерживая их развитие. Причем и сама при этом очень слабо растет. Поэтому в культурных рыбных хозяйствах с плотвичным стадом интенсивно борются.